Добрый день, друзья! Очень вас рада сегодня видеть. У нас сегодня с вами как раз встреча получилась, я надеюсь. Все закончится хорошо, и интернет меня не подведет. Итак, мы с вами продолжаем наш 5-дневный мастер-класс «Продвижение бизнеса в интернет». С вами Любовь Долгая. И давайте поговорим о том, что вы сегодня узнаете. Мы сегодня с вами поговорим о том, как правильно оформить личную страницу ВКонтакте, как раскручивать бизнес через социальную сеть ВКонтакте с помощью личной страницы, уникальный помощник по раскрутке бизнеса через личную страницу и как эффективно раскрутить группу ВКонтакте. А теперь скажите мне, пожалуйста, поставьте единички, кто зарегистрирован в ВКонтакте, и нолик, кто не зарегистрирован. Единички, кто зарегистрирован. Да, добрый день, Зиля. И нолики, кто не зарегистрирован. Ага, ноликов не вижу. Второй вопрос. Поставьте, пожалуйста, по десятибальной системе, шкале, насколько вы довольны продвижением своего бизнеса через социальные сети. Вот вы пробовали его продвигать через социальные сети, и насколько вы довольны по десятибальной системе? Вот так вот, правду, по десятибальной шкале. На пятерочку, Зиля, хорошо, самая первая. Светлана, десять, замечательно. Наталья, один, верю, Наталья. Пять, шесть, шесть, да? Единичка, двоечка. Хорошо, хорошо. Замечательно, друзья. Вот хотела от вас узнать, как раз, насколько вы довольны. Вижу, что есть у нас специалисты, которые очень довольны. Ну, это уже профессионалы. Вот Светлана, она уже профессионал. Ну, а так наполовинку, наполовинку. Итак, да, наполовинку, а кто-то, ну, на единичку. Мы это дело с вами исправим, друзья, обязательно, обязательно. Итак, идем мы по нашей теме. Вот перед тем, как начинать работать в социальных сетях, мы с вами будем разговаривать сегодня о ВКонтакте, надо сделать сначала определенные действия. Первое – это подготовка. Что вам надо подготовить, друзья? Вам надо подготовить страницу захвата. Вам надо подготовить, ну, лендинг еще называют так, эту страничку, туда, куда вы будете собирать людей. Не просто вы будете их в группу сгонять, а дальше что в этой группе будет происходить. Надо, чтобы была страничка захвата. У кого страничка захвата есть, ставим семерочки. У кого нету, ставим шестерочки. Давайте быстренько. Ага, шестерочка, семерочка есть. Шестерочка, семерочка, шестерочка, семерочка. Вот замечательно, как договорились, кажется, да? Вот, хорошо. Вот у тех, у кого нет страниц захвата, мы с понедельника, с понедельника у нас идет в 12 часов московского времени обновленный такой мастер-класс, и вы обязательно сделаете и не одну страницу захвата. Вот не просто надо брать сейчас и ломиться в социальные сети, знаете, не зная, что делать. Меня иногда поражают люди, у которых, ну, кажется, большое количество денег, и они готовы заплатить, чтобы как-то раскрутить свой бизнес. И когда у него спрашиваешь, у тебя есть страница? Не, нету. А куда ты их будешь собирать? Ну, не в кармашку же будешь их собирать. Ну, куда ты будешь этих людей? Просто в группу надо, чтобы был лендинг обязательно, чтобы была воронка, страница захвата. Второе, что нужно подготовить, вот здесь написано продажи. Что имеется в виду под продажами? Под продажами имеется в виду e-mail-рассылка. То есть с помощью e-mail-рассылки как раз и делаются продажи. И завтра в 12 часов, вот у нас, к сожалению, такая неделя прошла. Я не помню такой недели вообще в своей жизни. Вот мы никак не могли провести мастер-класс наш вовремя. И получается так, что завтра в 12 часов мы как раз будем разговаривать. У нас будет тема e-mail-рассылки. Вот через e-mail-рассылку мы делаем продажи. То есть чтобы начинать работать в социальных сетях, вот сегодня мы во ВКонтакте говорим, нужна страница захвата «Воронка» и нужна e-mail-рассылка, продающая ваши услуги или ваш товар. И уже дальше, друзья, если у вас это все есть, мы с вами идем целенаправленно, прямо идем в социальную сеть ВКонтакте и будем с вами работать. Но я сегодня покажу метод, каким образом вы можете работать, даже если у вас пока нет этих самых лендингов и e-mail-рассылки. Но вы, конечно, обязательно делайте. Обязательно делайте лендинги и e-mail-рассылки. Напишите, пожалуйста, кто ваша целевая аудитория. Первое, что нужно сделать, это определиться с нишей и целевой аудиторией. Вот напишите ваши услуги, для кого они нужны. Для кого они нужны. Вот, допустим, я определила, что моя целевая аудитория – это сетевики. Это сетевики, которые решили перенести свой бизнес в интернет. Вот так я определилась со своей целевой аудиторией. Причем не те сетевики, у которых уже все настроено, а те, которые только хотят, пробуют или у них есть какая-то задача, какая-то цель, все-таки начать. Может, они еще и работают на земле полностью. Ну вот и есть цель, есть в планах начать делать бизнес в интернет. Вот как раз это моя целевая аудитория, потому что те сетевики, у которых все интернет уже настроено, ну, я им неинтересно просто, и мое предложение им неинтересно. Вот вы точно так должны определиться со своей целевой аудиторией. Кому нужны ваши услуги? Вот кому вы будете их предлагать? MLM – бизнес и здоровье. Здоровье – замечательно. Если это здоровье, рекомендую вам взять какое-то направление. Вот знаете, лучше всего, лучше всего брать направление, ну, например, если там у меня были проблемы со щитовидкой, ну, в плане здоровья, да, были проблемы со щитовидкой, я решила эту проблему, вот берите прям вот ту проблему, которую вы решили, и ее начинайте продвигать, потому что здоровье – это настолько широкая очень тема, широкая очень ниша. А берите ту проблему, берите то, что вы сами пережили. Вот это лучше всего продвигается. Вот лучше всего продвигается то, что на собственном опыте. Если у вас есть опыт чего-то, что вы решили какой-то вопрос, все, друзья, начинайте именно с этой темы продвигать. Вы познакомитесь, у вас будут первые клиенты, у вас будут первые партнеры. Они потом с ваших рук, если вы их хорошо обслужите, возьмут и все остальное, и все остальное. Ну, вот делайте вот то, в чем вы уверены, чтобы это было качественно. Итак, начинающие бизнес-тренера. Замечательно! Очень хорошо, Ольга, вообще очень хорошо. Ну, остальные определятся. Я на этой части останавливаться не буду. Чистота и уборки без химии. Классно, Людмила! Вот, Людмила, вам надо, так вот прям скажу, куда идти, вам надо идти там, где мамочки молодые, можно, если… Ну, мамочки вообще, да, мамочки. Вот они, конечно, если им рассказать, что без химии, ну, каждая мамочка там себе, мы как-то ладно уж, да. А если вот сказать, что это же без химии, ты будешь и ребенку, и посуду мыть, и чистоту наводить, смотри. Все, вот, сто процентов руками будут, я вам просто даю такую рекомендацию. Можете на форумы молодых мамочек позаходить. Вот, и классно, вот, вот, хорошо. Я так, я так прям вижу, как вы в группы, все для мамочек, все о детках. Вот, в группы там, где, допустим, продают какую-то детские вот эти рюкзачки, где детей садят. Вот это тоже ваша целевая аудитория. Вы чуть дальше поймете, почему я именно на названиях групп останавливаюсь. Так, ЛР – красота и здоровье. Да, ну, опять же, хочется, чтобы вы определили себе поуже нишу. Поуже нишу, потому что мы будем искать людей с определенного направления. Да, здоровье круглый год. Замечательно, замечательно, Михаил. Здоровье круглый год. Да, сейчас, кстати, вот если раньше сетевики делали, что они искали самых больных, то сейчас, конечно, очень много людей, которые делают профилактику себе. Я сама пользуюсь, наверное, где-то 6 сетевых компаний теми или иными продуктами в качестве профилактики. Да, замечательно. Вот вам надо, значит, если вы не будете говорить о болезнях, а будете о здоровье, значит, вам надо те люди, те группы, там, где может быть правильное питание, там, где может быть здоровый образ жизни. Да, в 40 выглядеть как на 25 – замечательно. Тоже, тоже, кстати, вот разные группы «Как познакомиться с мужчиной». Вот вам подойдет туда, туда, и сделать свою страницу рекламную, чтобы было видно, как в 40 выглядеть на 25. Вот было, стало, и тоже будет очень хорошо, очень замечательно. Итак, конечно же, друзья, надо определиться с нишей, место жительства, если это для вас важно, пол, опять же, если это важно, и возраст и интересы. Потому что… Почему возраст нам важен? Потому что мы, человеку, который на пенсии, мы не можем теми же словами сказать, как и студенту. Вот студенту мы что можем, бизнес как можем предложить? А хочешь зарабатывать, там, за 2 часа в день больше, чем твой, ну, как учитель называется, декан, да, или как сейчас правильно называется. Вот, хочешь зарабатывать – вот это мы можем студенту предложить. А если пенсионер, вот, то мы можем сказать, что хочешь вот и внуков обучить, и с подарками к ним ездить, и сам отдохнуть где-то. Вот поэтому надо возраст, что у нас будут разные посты у нас на страницах, разные предложения, что если вы определитесь с возрастом – это студенты, вы будете писать одно, вот, если вы определитесь, что это, там, более старший возраст, будете писать другое. Но и привлекать мы будем, конечно же, по возрасту, не всех подряд. Итак, что нам с вами понадобится для раскрутки бизнеса ВКонтакте? Личная страница ВКонтакте, основная брендированная, которая продвигает вас как бренд. Вот зачем она надо, эта страница? Эта страница нужна для того, чтобы это была ваша визитная карточка. Вы везде будете писать адрес этой вашей самой странички. Вот я сегодня разослала письма своим участникам мастер-класса, и внизу письма написала, что я ВКонтакте, задавайте вопросы. Все. И вот эта страница, я ее очень берегу. Я практически никаких не делаю рекрутингов, никаких не делаю предложений с этой страницы. Ко мне люди туда сами добавляются на эту страничку, потому что это моя как визитная карточка. Если вдруг меня кто-то заблокирует за какое-то предложение, а потом люди будут выходить, а там будет вместо... вместо этого самого... вместо моей фотографии будет вот эта собачка заблокированная стоять. Ну, это будет нехорошо. И программа «Помощник инсошел» компании «Инвеб-24». Так, пенсионеры еще как зарабатывают по чистоте без химии. Да, я согласна, нам... Ну, все зарабатывают, но нам надо именно, понимаете, определить, вот кому мы будем предлагать. То ли пенсионерам, то ли студентам. Вот, потому что это будут разные делаться предложения. Вот, итак, схема развития бизнеса через личную страницу. У вас должна быть основная ваша страница, которая продвигает вас как бренд. Все поставили единички, все зарегистрированы. Мы на этом останавливаться не будем, как зарегистрироваться. И должны быть рекламные страницы. Я покажу, как они выглядят. Вот с рекламных страниц мы с вами будем как раз работать. Дальше идет поиск целевых групп с тематикой, схожей с вашим бизнесом. Вот здесь, да, вот здесь, вот Людмила Макарова пишет, «Всем это нужно с рождения». Друзья, ну, вот всем и здоровья всем нужно с рождения. Вот классно. Вы мне как раз вот в тему сегодня пишите. И здоровья нужно всем с рождения. Вот, ну, нету такого человека, которому не надо было здоровья. Но почему мы берем уже нишу, а не всем подряд? Потому что будет тогда более правильное обращение и больше к вам людей присоединяться. Вот кажется, давай я буду всем давать это предложение, ко мне же больше присоединиться, чем я выберу, например, студентов. Хорошо. Чем студентов. Поэтому, когда мы будем делать это все точечно, то к нам лучше будут люди присоединяться. Они просто нас будут слышать. Так вот, поиск целевых групп и тематика, схожая с вашим бизнесом. Вот здесь где-то я говорила, да, уборка и чистота без химии. И помните, я говорила, что, допустим, пойти к мамочкам, пойти к мамочкам молодым в группы, где молодые мамочки. И вот поиск целевых групп по теме, схожей с вашим бизнесом. Вот поэтому и нишу надо определить, потому что мы будем знать, какие целевые группы нам нужны. Если, допустим, я свадебный фотограф, то мне нужны группы целевые, которые… Ну, все о свадьбах, да? Почему они мне нужны? Потому что тематики схожие. Дальше мы отправляем запрос на добавление в друзья из целевых групп. И нам очень важно новички, вновь вошедшие участники в группу. Почему нам это важно? Почему нам нужны новички, вновь вошедшие участники в группу? Нам это важно, друзья, потому что в ВКонтакте нет возможности посмотреть, кто недавно вступил в группу, а кто уже давно. И если мы будем обращаться ко всем подряд, то, например, человек захотел похудеть. Я захотела постройнеть к лету. И прямо вот сейчас хочу начать что-то принимать или как-то правильно питаться. И я захожу в группу, где снижение веса. Я зашла, себе что-то выбрала, себе что-то нашла. И вот в этот момент, если вы тоже занимаетесь снижением веса, я ваш самый-самый горячий клиент. Если вы в этот момент ко мне обратитесь и скажете, «Люба, я вижу, ты зашла в группу снижения веса, тебя это интересует? Ты хочешь похудеть? Да, ты хочешь постройнеть?» Я скажу, да, 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 у вас там что-то есть предложить мне. Вы скажете, да, вот, пожалуйста, вот такой вариант. А если это когда новичок, когда я только зашла? Вот если я зашла в эту группу, если я присоединилась, значит, мне это интересно. А если, допустим, я в группу присоединилась 5 лет назад, хотела постройнеть, и там то ли постройнела, то ли махнула на это все тело рукой и решила, вот лучше буду вот так, как есть, да, и вы ко мне обращаетесь, я уже забыла, что я в эту группу вступила. И вы ко мне обращаетесь и говорите, «О, привет, хочешь похудеть?» Я такая, ну, что я некрасиво там выгляжу, да, или что? Вот, ага, значит, вам бан, не хочу я похудеть. Я даже не могу понять, я даже не могу вспомнить, что я когда-то вступала в эту группу. Вот, или я уже решила свой вопрос, и вы зря только будете обращаться. То есть это как стрельба из пушки по воробьям будет получаться. Поэтому нам очень важно именно новички, вступившие в группу по нашему целевому запросу. И дальше идет переписка с новыми друзьями, с предложением вашего бизнеса, либо вашей услуги. И вот моя рекомендация для того, чтобы вам было легче переписываться, чтобы не выдумывать каждый раз что-то, мы вам дадим шаблон разговора, и вы уже под себя подстроите. Более того, мы еще вам и дадим такой небольшой секрет. У нас вот Алла Павлова сняла видеоролик, там, где вы можете все это делать автоматически. Итак, друзья, то есть автоматически переписываться, вот прям, знаете, ну, очень удобно. Даже не надо копировать, вставлять, а раз – и написали какую-то информацию, раз – и написали какую-то информацию. То есть букву написали, и полностью предложение уже есть. Итак, я включила рабочий стол. Если видно мой рабочий стол, поставьте плюсики, и мы сейчас с вами поработаем, поработаем, познакомимся с роботом. Да, замечательно. Итак, я перехожу на Google Chrome. Значит, где приобрести этого робота? Нет, давайте я сначала покажу, как он работает, а потом покажу, где его приобрести. Это такое приложение, приложение от Google Chrome. Вот вы его себе скачиваете. У меня оно здесь есть в приложениях. Называется «InSocial» – это приложение. Вот я его включаю. Что нужно сделать при регистрации? При покупке этого приложения вы получите ID этого приложения. И пароль при покупке приложения у вас будет свой личный кабинет, и будет пароль от этого кабинета. Чтобы войти в это приложение, вам нужно ввести ID и ввести пароль. Как это приложение загрузить, скачать – это все вы увидите. Мы вам дадим дополнительно видео сегодня. Нажимаю «Войти». Так, пока разговаривала. Невнимательная была. Так, сейчас мы войдем в это приложение. Вот я вошла в приложение. Я вошла в приложение. И приложение может еще попросить пароль и логин от ВКонтакте. То есть вы тогда впишите… Вот у меня сейчас не попросил. Вы тогда впишите пароль и логин во ВКонтакте. У нас есть «InSocial» двух версий. Первая версия – это начальная, и есть версия профессиональная. Чем они отличаются? В профессиональной версии еще есть вот такая дополнительно одна кнопочка. Итак, давайте мы с вами сейчас поработаем с начальной версией. Нажимаем «Поиск групп для отслеживания». Я сейчас к вам загляну, все ли у вас видно хорошо. Думаю, все видно хорошо. «Поиск групп для отслеживания». И здесь вы забиваете фразу по вашей теме. Допустим, я вижу, что многие «здоровье». «Здоровье» и «найти». И вы видите, что здесь 94 тысячи групп по теме «здоровье». Так, «Расти здоровым» с первых дней, «Залог здоровья», «Счастье быть здоровым». То есть вы с этих групп выбираете то, что вам больше всего подходит. Вот, например, «Расти здоровым» с первых дней. Нажимаете. Если вам надо… Ну, вы читаете здесь, о чем эта группа. Если вам надо, вы можете открыть ее прямо в этой программке, открыть группу, посмотреть, подходит ли вам эта группа. Вот переключается «InSocial» и «ВКонтакте». Две кнопочки вверху. Если вам эта группа подходит, вы ставите «Начать отслеживание». И вот таким образом вы ставите 100 групп на отслеживание. Вот, пожалуйста, группа «Хорошая философия, здоровье» и «Философия красоты и здоровья». Вот очень хорошая группа. Те, кто не хочет узкую нишу брать, а хотите по теме «Вообще здоровье». Вот чудесная группа. И нажимаете, опять же, «Начать отслеживание». Можете посмотреть, открыть ВКонтакте. Т.е. таким образом вы ставите на отслеживание порядка 100 групп. Рекомендую вам ставить. Так, я какую-то группу поставила. Я нажму «Прекратить», потому что это не моя целевая аудитория. Следующее, что мы с вами делаем. После того, как мы поставили «Начать отслеживание» 100 групп на отслеживание, мы идем в список отслеживаемых групп. Идем, ждем загрузки. Вот, пожалуйста, список отслеживаемых групп. Вы видите, что у меня отслеживается 203 группы. Фильтр отслеживания. Вот здесь ставите новые пользователи за 24 часа можете, за 4 часа, за 2 дня, за 3 дня. Я рекомендую 24 часа. Но, опять же, здесь зависит от того, что вы продвигаете. Если это недвижимость, то люди так быстро не решают вопрос покупки недвижимости. Можете даже поставить 3 дня. Вот. Ну, 24 часа – это уже зависит от того, насколько ваша ниша узкая или широкая. В основном все ставят 24 часа. По количеству новых пользователей выбираем. Не по общему количеству, а новых пользователей. И нажимаете «Сохранить». «Сохранить». И вот, смотрите, вот здесь у меня получается 28 новых участников возрастом 27-55 лет в группе Avon. Теперь, что я делаю дальше? Я нажимаю 28 эту группу, нажимаю 28 новых участников, и я с ними просто задруживаюсь. То есть добавляю, отправляю им сообщение на «Добавление в друзья». Вот Зульфия Сунгатова, она, видите, она такая зелененькая. Она такая зелененькая. Это значит, что она сейчас в этом… в онлайн. «Онлайн». И нажимаю «Добавить в друзья». Все, закрыть. Следующего берете «Марат». «Марат», «Мама Сити». Тоже добавить «Друзья». Закрыть. «Владимир Майоров». Если вы там… Ну, бывает такое, что фотография такая, знаете, как-то не очень хочется добавлять. Друзья, можете брать или «Следующего», или «Следующего», или «Открыть во ВКонтакте» и «Посмотреть». Вот, ну, вообще голый и пустой. Зачем он мне надо такой? Вот. Ну, хотя заходил сегодня. Может, только создал, только создал эту группу, эту страницу. Ну, в принципе, нормально. Можно добавить, друзья. И вот таким образом вы с одного рекламного аккаунта добавляете 50 человек. 50 человек с одного рекламного аккаунта. Что дальше мы делаем? Вот рекламных аккаунтов рекомендую завести… Ну, для начальной версии можете завести 2-3, можете 5 рекламных аккаунтов завести. Как они выглядят? Так, сейчас я… Вы вопросы по ходу, если есть, пишите. Как выглядят рекламные аккаунты? Давайте я вам покажу. Вот смотрите. Это аккаунт у меня основной. И здесь у меня написано все. Написано день рождения, города разные, замужем, «Моя группа», которую я раскручиваю, «Дети». Вот там все, вот личная информация, интересы. Ну, абсолютно вот здесь очень много групп. Смотрите, сколько групп. Вот-вот. Ну, просто… Представляете, сколько групп? Ох, я сама не знала. Вот, вот столько групп. Это основной аккаунт. Теперь давайте посмотрим, как выглядит аккаунт рекламный. Аккаунт рекламный. Это у меня такая табличка для моей работы. Вот смотрите. Это рекламный аккаунт. Это рекламный аккаунт. То есть разница в чем? Здесь нет вот этих городов, детей, замужем, не замужем, верю, не верю и так далее. Здесь ничего этого нет. Здесь подробную информацию, если нажать, вот здесь вы видите, когда я нажала подробную… Ну, даже без нажатия подробной информации, вот здесь масса всего, да. А когда нажимаю подробную информацию, еще масса всего. Вот в рекламном аккаунте, когда нажимаешь подробную информацию, мы вам тоже видео дадим, как это правильно сделать, потому что самому это может быть сложно сделать, когда не знаешь, как. Когда знаешь, как вот такой рекламный аккаунт создается буквально за считанные минуты. Вот когда нажимаю дополнительную информацию, здесь у меня группы, только одна моя группа. Я с рекламных аккаунтов ни в какие группы не вступаю. Зачем я буду рекламировать еще чужие группы? Здесь только моя группа. На страничке, на страничке вот такой рекламный аккаунт написано «Записаться на обучение сайты блоги с чистого листа своими руками». Вот, пожалуйста. Когда заходите, сразу написано «Полезные маркетинговые инструменты для бизнеса, создание сайтов, блогов своими руками в виде уроки». Дальше идет мой скайп. Дальше идет веб-сайт. Вот то, что я сказала. Одностраничник, куда вы будете собирать людей. Вот, внимание, бесплатный мини-тренинг. Как создать блог с чистого листа. Вот, пожалуйста. Вот, дальше идет веб-сайт. И идет моя группа, которую я раскручиваю. И ничего больше лишнего. И когда человек заходит, он видит «Записаться на обучение». Здесь стрелочки «Важная информация». И что за важная информация? Вот сайты блоги и веб-сайт. То есть страничка, куда я беру, собираю людей, собираю своих подписчиков. Дальше что у нас есть? Верхняя запись вы должны приготовить. Опять же, вам нужно обязательно воронку. Обязательно нужно. Куда вы будете людей собирать, заради чего вы это делаете. Не только мы будем группу раскручивать, но и страничку захвата воронка. И верхняя запись у меня закреплена. Видите, написано «Запись закреплена». Вот верхняя запись. И чтобы я дальше не писала, чтобы я дальше не писала, у меня верхняя запись остается… Я вот что-то новое здесь буду писать. У меня верхняя запись остается все равно вверху. Потом страница, конечно, должна быть закрыта, чтобы никто вам не писал здесь свою информацию, чтобы была информация только ваша. И комментарии у меня открыты. Комментарии у меня открыты. Ну, что здесь у меня написано? Вот чем-то делюсь полезным. Здесь вообще не очень много такой информации. Вот и все. Вот и вся информация. То есть эти рекламные аккаунты, их не надо каждый день наполнять какой-то информацией. Вы поставили по 100 в 10. Вот и все. Этого достаточно будет. Что мы делаем с вами дальше? Так, я к вам вернусь на минутку. Да, вот я как раз ответила Михаилу. Должна быть такая информация, которая будет соответствовать тому, что у вас написано на аватарке. Если у вас здесь здоровье, значит, вы пишете, закрепляете что-то по вопросу здоровья. здесь желательно, да. И пишите, ну, какие-то даете несколько рекомендаций по теме здоровья. Я вам потом еще покажу, как я… как легко ее наполнять чуть позже. Вашу страничку, чтобы вы не думали о том, что… где же брать сюда информацию? Конечно, если вы зайдете, она такая старая-старая вся информация. Но иногда надо что-то новенькое сюда бросать. Что мы делаем дальше? Вот помните, я сказала, что мы задруживаемся… Так, произошел сбой приложения, перезапустить его. Вот мы задруживаемся с людьми через InSocial. Задруживаемся. То есть отправляем подружиться. Вот с одного такого рекламного аккаунта вы в день можете отправить 50 человекам подружиться. Вот, отправляете подружиться. И те люди, которые добавились к вам в друзья, вы потом идете на свой аккаунт, нажимаете «Мои друзья». Нажимаете «Мои друзья». Дальше вы нажимаете… Вот с правой стороны «Новые друзья». «Новые друзья». Вот вы видите, ага, «Новые друзья». И что мы делаем? Вот у нас шаблоны должны быть разговоров. Вот вы копируете эту тему, копируете первый вопрос, чтобы вам каждый раз не выдумывать что-то. И нажимаете в новой вкладке «Открыть», «Написать сообщение», «Написать сообщение». Переходите к диалогу, смотрите, может быть, вы что-то уже писали, чтобы вам не забыть, вдруг писали, а потом еще раз точно такое напишите. И вставляете «Здравствуйте», я пишу «Галина». «Галина, я увидела вас в группе», ну, к примеру, там «Уход за детьми». «Скажите, а вы хотели бы…» или «Я увидела вас в группе «Свадебный фотограф» или «Все о свадьбах». Скажите, я так понимаю, вы готовитесь к свадьбе, а вы свадебного фотографа себе уже нашли, ну, если это группа именно… ну, если ваша ниша именно «Свадебный фотограф». вот, и вы просто берете и на этот шаблон подставляете свое. Человек получается… ну, свою тему в этот шаблон разговора подставляете свою тему. И получается, что человек, вот он только вступил в эту группу, только вступил в эту группу, значит, ему эта тема важна и интересна. У вас на вашем рекламном аккаунте написана такая же тема, такая же ниша, как группы, которые вы отслеживаете. То есть все нормально. Если вы отслеживаете группу «Снижение веса» группы, рекламный аккаунт у вас, опять же, «Снижение веса», рекламный аккаунт, и вы пишете, «Здравствуйте, Галина, я увидела вас в группе «Снижение веса»» или что вы только что вошли в группу «Снижение веса». Скажите, а вы хотели бы снизить вес? Вы интересуетесь, почему? Вам интересна эта тема? Все, и отправляете сообщение именно тем людям, которые ответили… не всем подряд, да? Вот, которые вам ответили на добавление в друзья. И вот следующий, 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 следующий. Отправляете таким образом сообщение. Дальше. Галина ответила мне, да, мне интересна эта тема. И вы пишете, дело в том, что я работаю консультантом в сфере услуг и подставляете свою услугу. Ну, например, консультантом в сфере «Снижение веса», консультантом в сфере «Здоровье». Я помогаю людям приобрести здоровье, или сохранить здоровье, или продлить здоровье, или улучшить здоровье. Если вам интересно о новых методах, вот прям видите, по тексту, о новых методах оздоровления, какую-то свою услугу, я вышлю вам… Ну, у меня здесь стоит 10-минутный видеообзор, как это делать. На моем опыте равнодушных не было. Ну, я думаю, вы можете и видеообзор выслать, и просто рассказать. Ну, у каждой компании есть какой-то свой маленький ролик, вот вы можете выслать, или какие-то результаты можете. И вообще хорошо бы вывести этого человека на разговор в скайп. Вы можете сказать, я могу вас проконсультировать по теме здоровья. У меня вот есть 15 минут времени, выходите в скайп, я вас проконсультирую. Все, уже этот человек будет у вас. И дальше вы уже разговариваете, уже узнаете, как Михаил писал, надо узнать, что именно его интересует, и начинаете общаться, начинаете разговаривать. Ну, вот здесь вот что самое важное и что самое ценное, что вы находите реально горячих клиентов. И вот таким образом, работая по вашей теме, 2-3 часа в день, 2-3 часа в день, у нас для тех людей, кто инсошел приобрел, вот с понедельника будут дополнительные занятия еще, и будет все вплоть до расписания, когда лучше писать, когда лучше выходить, в какое время лучше выходить. И если вы по вашей теме общаетесь 2-3 часа в день, то поверьте, у вас будут клиенты и партнеры, будет их даже очень много, и клиентов, и партнеров. Ну, смотря что вы продвигаете, конечно, если недвижимость, то каждый день, наверное, у вас не будет продаж. Ну, а если продвигаете там косметику какую-то, то у вас может быть и 2-3 продажи в день вполне, вполне. Так, идем дальше, друзья. Я возвращаюсь к вам. Так, еще пока не нашла. Еще пока не нашла. Что Галина не нашла? Идем на следующие слайды. Это мы познакомились с инсошел робот начальной версии. Начальная версия. А теперь мы с вами поговорим о роботе, которая версия профессиональная. Что нужно для работы? Вот он точно так ищет, этот робот, точно так ищет группы. И вам нужно рекламные страницы. Вот здесь, друзья, он ищет на автомате эти группы и добавляется в друзья на автомате. Вам не надо на кнопочки нажимать и заполнять капчу, добавиться в друзья. Он сам это делает, добавляется в друзья на автоматы и приглашает в вашу группу на автомате, вот этих самых друзей. Поэтому вам нужно 10-15 рекламных страниц. У меня, я веду статистику, у меня 16 рекламных страниц. Мне их вполне хватает на месяц. Зачем так много рекламных страниц? Потому что время от времени могут… Ну, это не зависит вообще от вас, это не зависит от программы, это не зависит от ВКонтакте, это зависит от людей. Ну, попадаются такие люди, которые будут нажимать там спам или бан, бан, и вас будут замораживать, ваши странички будут замораживать. И чтобы замороженные странички убрать рекламные, а другие новые поставить странички, для этого вам и нужно вот столько аккаунтов. У меня, как я сказала, 16 аккаунтов, и работает мой инсошел, ну, круглые сутки работает. Вот вообще круглосуточно работает. Да, возвращают аккаунт, возвращают аккаунт. Я сейчас вам покажу, какой я пользуюсь табличкой, все хорошо. Так, создаем группу ВКонтакте, оформляем группу. Ну, уже те люди, которые с нами, мы уже отдельно с ними, те, которые инсошел версию PRO приобретают, мы уже с ними отдельно об этом разговариваем. К сожалению, в рамках этого урока просто нет времени это все показывать. Наполняем качественным контентом. Опять же, вот чем наполнять, как наполнять, об этом у нас будут занятия с понедельника. И приглашаем участников в группу. Монетизируем наших подписчиков, то есть им что-то продаем. Вот моя рекламная страница, вы видели, одна из моих. У меня два вида есть рекламных страниц. Почему два? Потому что я пробовала, какую меньше замораживают. Просто мне было интересно. Два, но они на одну тему. Вот сайты-блоги. Они не на разные темы, а на одну тему. И так, как создать группу? Для этого вы заходите в мои группы, создать сообщество. Если вы не умеете меню создавать, вы не волнуйтесь об этом. Группа будет раскручиваться чудесно и без меню. Хорошо бы, конечно, с меню, но будет чудесно ваша группа наполняться, раскручиваться, даже если не будет меню. Дальше пишите название группы. Название надо подбирать по ключевым словам. Пишите описание группы, что человек получит, когда вступит в эту группу. И вот вы можете посмотреть. Это группы, оформленные по бизнесу. Это Елена, совместные покупки. Это когда человек собирает деньги на что-то, и потом оптом покупают. И вот тот, который делает это СП совместной покупки, он зарабатывает 10% или 15%, ну, какой-то небольшой процент денег. Вот группа Арифлейм. Вот так оформлено. Здесь и меню есть, и присоединяйся. Вот тоже хорошо очень оформлена группа. Итак, нам нужны рекламные аккаунты. Нам нужен робот-версия ПРО, и нам нужна своя оформленная группа. Так, сейчас мы с вами попробуем еще раз запустить наш рабочий стол. Вот запустился. И поработаем, и поработаем в нашем InSocial. Я сейчас закрою лишние все вкладки. Шаблоны нам больше не надо. Диалоги у нас есть. Итак, открываю свой InSocial. Почему-то перестал он у меня. Но сегодня уже придет доктор к моему интернету. И давайте посмотрим. То есть версия начальная – она вот эти две кнопочки и выход, а версия профессиональная – еще добавлена вот такая одна кнопочка – InSocial Pro. Нажимаем на Pro, и здесь что у нас есть? Здесь у нас есть настройки. Давайте посмотрим. Вот смотрите, у меня стоит здесь 5 групп. Ой, 5 рекламных аккаунтов. Вот они, 5 рекламных аккаунтов. Я вам больше сделаю размер. Стоит 5 рекламных аккаунтов. Дальше стоит URL группы для раскрутки, то есть адрес группы, которую я создала, и я ее раскручиваю. Дальше стоит возраст, да, и можно поставить город. Если вам важен город, можно поставить город. Что мы делаем? Я захожу, ну, раз или два раза в день, захожу в этот аккаунт. Вот, нажимаю «Войти». Здесь ВКонтакте. И вот вы видите, вот вы видите, это мой, одна из моих, вот видите, немножко другая страничка, тоже блоги. Получите в свои руки ракету для взлета вашего бизнеса, создание сайта, путь к успеху. Все, вот такой вот у меня аккаунт мой. Вот здесь идут сообщения. Вот я с людьми переписывалась. То есть, несмотря на то, что у меня версия профессиональная, все равно я веду вот эти диалоги. Вот люди пишут, а как подтвердить соглашение, вот там безвозмездно, радость. Ну, в общем, видите, 7 сообщений. И я так захожу один раз или два раза в день, проверяю, отвечаю на сообщения, проверяю, что мне пишут. Вот еще одна моя страничка. Вот здесь 3 сообщения. Общаюсь с новыми людьми. И как я работаю еще, наполняя вот эти вот свои странички, у меня в рекламном аккаунте, помните, я сказала, что только одна моя группа. Группу я наполняю информацией. Потом захожу вот таким образом в рекламный аккаунт. Вот это вот моя группа. А это мне предлагают, их не видно никому, они предлагают подписаться в эти группы. Ну, сам ВКонтакте. Я нажимаю, захожу в эту группу. И вот, допустим, написано, там, где Google ничего не нашел, Яндексу делать нечего. Я ставлю «Мне нравится». И я ставлю «Поделиться с друзьями и подписчиками». То есть информацию с группы я себе делаю такой перепост на свои рекламные страницы, чтобы не заходить каждый раз в рекламные страницы и копировать все, а я прямо с группы. И таким образом еще и группа раскручивается. Вот видите, вот здесь, с группы информации, сайты, блоги с своими руками, готовые шаблоны, это моя группа. И вот я сделала такой перепост с группы. То есть наполняю группу. И вот ваша задача – два раза в день, утром и вечером, кто-то делает утром только, кто-то делает утром и вечером, пройти по всем этим страничкам, ответить на вопросы, ответить на сообщения. Вот еще одна такая же группа, то есть рекламная страница. Я их совершенно все одинаковые делала. Вот здесь пять сообщений. Ответить на сообщения людям. Вот. И если какой-то аккаунт заморозили, то я нажимаю на крестик, его удаляю и нажимаю «Добавить новый аккаунт». Вот рекомендация, что InSocial работает от пяти аккаунтов. От пяти аккаунтов. И я нажимаю «Добавить новый аккаунт». Так, идем назад. Вот здесь мы все настроили. Дальше нажимаем такую кнопочку «Список новых участников групп». И вы видите, если в версии начальной там группы стоят, и мы заходим в группы, и уже потом с участниками их добавляем в друзья. Здесь сразу же участники. Вот сразу же участники. Вот у меня 154 тысячи новых участников. Нажимаю «Приглашение в группу» и «Запустить цикл». То есть «Добавление в друзья» галочка стоит и «Приглашение в группу». И «Запустить цикл». Все, я больше ничего не делаю. Вот видите, вход под аккаунтом таким-то. Сейчас он… Илья Дашкевич, отправлена заявка в друзья. Сейчас будет вход под аккаунтом другим. Отправлена заявка в друзья. Вот все, я мышку вообще не трогаю. Вот другой аккаунт. И вот Роман Родин. «Отправлена заявка в друзья». Он сначала поотправляет заявки в друзья, потом он поотправляет заявки в группы. Вот чем классно? Тем, что он запоминает, что… Вот сам «Инсошел», программа «Инсошел», она запоминает, что уже этого человека она куда-то приглашала. Куда-то приглашала. И одного и того же человека не будет приглашать в разные рекламные аккаунты. Если вы вручную приглашаете, это просто невозможно запомнить, то вот версия «Про» профессиональная уже не будет приглашать никаким образом этого человека. То есть у вас не будет одинаковых друзей. Вам не надо заполнять капчу. Видите, вот здесь пишет «Капча пробуем другой аккаунт». Ожидание 8 минут. То есть все так рассчитано, что за сутки он с одного аккаунта приглашает 50… ну, вернее, 48… отправляет 48 заявок в друзья. Это сделано для того, чтобы ваши аккаунты не блокировали, чтобы они работали. Вот здесь все рассчитано. Вам не надо думать, о, почему он 8 минут ожидает, потому что я работала перед этим. И размеренно все по времени он у меня работал. И вот таким образом добавляются люди в друзья. Так, я к вам. Да, конечно, запись будет, запись будет. Давайте теперь посмотрим на мою группу. На мою группу. Очень хочется вам много чего рассказать, но, к сожалению, мы не успеваем. Ну, это уже для тех, кто будет нашим клиентом либо партнером. Вот сейчас группы точно так индексируются, очень хорошо индексируются, как и сайты. Как сайты, так же и группы. Вот в Гугле набираешь иногда что-то, какой-то запрос, а вам раз – и группа ВКонтакте появляется. Это круто. Вот, поэтому, чтобы она индексировалась, чтобы она продвигалась, должно быть в день не меньше 12 новых участников группы. Каждый день. И вот если мы посмотрим статистику сообщества моего, да, это мое сообщество, вот так, ну, здесь там уникальные показаны посетители, просмотры – это значит, что, ну, не один и тот же бегал, да, человека. Вот, вот смотрите. Это люди, которые новые, вот, новые участники группы. Это InSocial приглашает их сам. Вот навряд ли я бы каждый день, ну, либо за деньги надо приглашать, да, либо, ну, сам навряд ли я каждый день, вот каждый, каждый день пригласила столько людей. Я бы просто забыла. Меня бы сто раз уже забанили и так далее. Вот здесь вот 34 новых участника, 27, 28, 29, здесь 44, здесь 29, здесь 40, 24. Вчера меня интернет не работал, и то 24 участника пришло. Вот здесь 14. Вот сегодня уже 14. Я сегодня утром только запустила InSocial часов в 9 утра. Вот. Вот, в общем, вся, вся статистика есть. Если вы посмотрите за все время, вот видите, как идет группа. То есть вот создана у меня группа, создана сейчас у нас вот, вот в феврале создана, здесь не было ни одного человека, да, и я начала уже почти в конце марта наполнять ее людьми, то есть работать через InSocial. Специально абсолютно новая группа для того, чтобы у меня была своя статистика. И в группе у меня 1647 человек. И вот эти 1647 человек, они именно моя целевая аудитория, понимаете? Это не просто так, а это люди, которые по той или иной причине вступили в новые группы по моей теме. И я их пригласила. Это моя целевая аудитория. Что дальше нужно с ними делать, с этими людьми? Сейчас мы перейдем с вами на слайды. Дальше нужно наполнять группу. Вот ваша задача – наполнять группу информацией. И вот с этого количества, большого количества человек, люди сами будут обращаться, если вы будете наполнять информацией, люди сами будут обращаться к вам и захотят купить тот или иной продукт. Итак, сколько же стоит этот InSocial? Стоимость базовой версии InSocial стоит 14 долларов в месяц. Стоимость версии профессиональной стоит 24 доллара в месяц. Вот за месяц, за месяц 24 доллара в месяц, за месяц вы получаете тысячу живых целевых участников в месяц. Стоимость накрутки живых, то есть реальных участников, не ботов, если вы будете кому-то за это платить, стоит минимум 20 рублей за участника. Я вчера специально вышла на группу, говорю, сколько мне будет это стоить. Они говорят, 20 рублей за участника. Если это город, вот InSocial может людей вам находить по вашему городу или по какому-то другому городу. У меня такой классный случай есть, когда клиентка, которая работает с InSocial, она живет где-то далеко на севере. Она работает в какой-то, вошла в какую-то сетевую компанию. У них нету, она себе продукции купила, у нее нету склада. Денег на склад нету. Ну, это большущие деньги вкладывать в этот склад, этим заниматься. Вот. И представьте, она через этот InSocial нашла, какой выход. Она поставила на отслеживание… Ее спонсор в Питере, ее наставник в Питере. Она поставила на отслеживание группы и людей, добавляя тех, которые из Питера, начинает с ними разговор, начинает с ними общаться с этими людьми и отправляет их в офис к наставнику. То есть, сама живет себе вот где-то на севере. У нее нету… Ну, продукции есть только сама то, что она пользуется для себя, для своей семьи купила. Вот. И отправляет с наставником, договорилась. Наставник сказал, да, пожалуйста, вот, вот мое время, отправляй, с удовольствием тебе все сделаю. Вот просто замечательный выход вот с такой вот ситуацией. Были бы клиенты, да, вот сейчас в наше время каждый, каждый наставник скажет, были бы клиенты. Я, конечно, проконсультирую. Вот вам, пожалуйста. Итак, если вы будете это все покупать за деньги в группу участников, они будут живые, но они, может быть, будут… Ну, скорее всего, они не будут горячие. Как их найдут в таких, которые именно хотят, именно вашу тему. Они будут входить в группу, и все. И накрутка тысячи живых участников в группу – это стоит 20 тысяч рублей. 20 тысяч рублей. Накрутка живых участников в группу. Здесь же вам получается, когда вы его запустили, инсушил, и он сам работает, то тысяча живых участников стоит 24 доллара в месяц. Плюс еще надо тратить здесь время на исполнителей. Исполнители бывают разные, исполнители бывают разные. И у нас, пока мы не знали эту… Не знали инсушил, у нас работал студент. Вот. И… Ну, во-первых, он добавлял одинаковых людей, одинаковых… Не потому что он плохой, а потому что сложно во всем этом… Ну, никак не отследишь это. Добавлял в рекламные аккаунты одинаковых людей. Вот. Потом там не получилось, там не вышел, там где-то там гулял, отдыхал, а все равно за месяц ему что-то заплатить надо. Ну, вот такие. И ни один студент даже не согласится работать… Да, правильно, Михаил, человеческий фактор, да. Вот. Не согласится работать за 24 доллара в месяц. Понимаете? Как вот эта версия инсушил про. Если вы будете давать рекламу, любую рекламу, таргетинговую или таргетинговую, Яндекс.Директ, вот любую рекламу. Ну, вот, ну, не знаю, надо хотя бы начинать там… В общем, первые 100 долларов спустишь вообще в ноль, это вот точно пока научишься. Ну, и на рекламу, конечно, гораздо большее деньги надо. Итак, подведем итоги. Схема развития бизнеса через личную страницу. Это версия начальная, да? Что вам надо? Вам надо регистрация вашей брендированной страницы основная. У каждого есть основная страница, надо просто в ней навести порядок. Опять же, закрыть стену, чтобы там не было игры, потому что вы туда людей направляете. Это как ваше лицо. А у вас там открытки, игры, еще что-то. Поубирайте все это, закройте стену. Настройка рекламных страниц. Ну, 3-5, в зависимости от того, насколько интенсивно вы будете работать. Может, вам и 2 страницы хватит. Ставите поиск целевых групп, потом добавляете, ну, сами добавляете их в друзья, вновь вошедших участников группы. То есть через InSocial, конечно же, это новенькие у вас будут. И переписываетесь с ними, с предложением вашего бизнеса, вот с помощью шаблона. С помощью шаблона. И выводите уже их на связь, либо приглашаете на презентацию, либо в Skype, либо на консультацию, либо к себе на сайт. Там уже подстроитесь. Если вам надо, мы вам поможем, расскажем, как лучше сделать. Именно в вашем случае. И схема развития бизнеса через ВКонтакте с помощью версии про профессиональная. Это 10-15 личных страниц ВКонтакте, дополнительных брендированных, дополнительных рекламных. Группа ВКонтакте по вашему бизнесу. И версия про. И один раз в день заходить в аккаунты, отвечать на вопросы. Я скажу, что я у меня версия про, но я все равно переписываюсь, переписываюсь с новыми людьми. И захожу не один раз в день, а захожу три раза в день. Ну, потому что я больше, ну, только в интернете работаю, больше нигде не работаю. у меня есть время. Вот, захожу три раза в день и уже отвечаю на вопросы и переписываюсь с людьми. Опять же, тоже три раза в день захожу. Дам вам свое расписание, кто с нами будет как наш клиент. И пошаговая инструкция. Использование с сервиса и социал версия про. Это определиться с нишей, поставить группы на отслеживание, настроить рабочие аккаунты, запустить цикл заявки в друзья, создать и настроить группу. Вот вы можете просто сейчас запускать цикл заявки в друзья, пусть они набираются, потому что он же приглашает уже друзей. Создать и настроить группу. Пока друзья набираются, вы настраиваете группу свою, если у вас нет. Запускаете цикл приглашения в группу, утром и вечером просматриваете аккаунты. Если в заморозке, то отмечаете в ежедневнике. Дату разморозки я сейчас вам покажу. Думаю, не забуду, как у меня это выглядит. И ежедневно наполняете группу полезной информацией примерно 70-80%. То есть это не реклама. И чтобы у вас были продажи, чтобы монетизировать это все, то вы примерно 20-30% именно уже даете как рекламу, как купить. Так, как часто добавляете информацию в группу? Ну, Михаил, с понедельника вообще расскажу прям пошагово, что надо делать. Вот для тех, кто приобрел инсошел, мы плотненько очень поработаем в этом направлении. Вообще надо добавлять каждый день информацию. Надо добавлять 3 раза в день информацию. Да, все 16 страниц рекламных раскручивают одну группу. Все правильно. Все 16 раскручивают одну группу. Все 16 на одну тему, все 16 раскручивают одну группу. Все 16 состоят в этой… Сейчас еще раз стол рабочий включу. Думаю, он у меня быстро включится. Покажу, как у меня выглядит… Знаете что? Как у меня выглядит… Вот этот блокнот, о котором я говорила, что надо его… Вот, вот смотрите. Вот у меня желтым стоит… Желтеньким – это то, что сейчас в инсошел. Беленьким – это то, что разморожено и не в инсошел. И красным – это то, что заморожено и написано до какого числа заморожено. Вот здесь телефон, чтобы войти в аккаунт. Вот вам телефон. А здесь я специально черным закрыла. А здесь у меня пароль написан. Вот где черное. Вот здесь написан пароль. Вот так это выглядит. Базовая версия… Вот, Борис, в версии про вы добавляете, работаете от 5 аккаунтов. Он работает автоматически. А в базовой версии вы тоже можете хоть от 10 аккаунтов работать. Но там надо входить. Вот вы входите в инсошел и вносите данные в базовую версию. Вносите данные одного вашего аккаунта. Потом надо выйти с инсошел и внести данные второго рекламного аккаунта. Поработали от второго. Потом выйти с инсошел и внести данные третьего аккаунта. А инсошел версия про, чем хорошо, что не надо выходить. Все там переключается автоматически. Поэтому можно работать с базовой версией со скольки хотите аккаунтами. Итак, вы видели… Друзья, я вам забыла показать, где это все приобрести. Вам, конечно, ссылочку даст тот человек, который вас пригласил. Да, ссылочку. Это будет ссылка на комфорт. Борис, если у вас версия начальная, если у вас версия начальная, то могут быть разные темы аккаунтов. Если базовая, то… Если базовая, то… Ну, вам надо одинаковые. Он же автоматически группы одни и те же отслеживает. Так, итак, друзья, завтра в 12 часов секреты e-mail маркетинга. Завтра в 12 часов. Так как у нас на этой неделе получилось такое необычное обучение, и пришлось наши два занятия перенести на субботу и воскресенье. В 12 часов в этом зале секреты e-mail маркетинга. И завтра же вам от меня бонус. Вам от меня бонус. За то, что вчера вот так вот получилось у нас, и мы не смогли с вами провести занятия, а вы уже запланировали свое время. Завтра в 19, это чтобы вы не забыли. Эффективное продвижение ВКонтакте. Вот я дополнительно вам дам информацию не о инсошеле, не о инсошеле, а вот вообще, вообще информация, продвижение, эффективное продвижение ВКонтакте. Где-то рассчитывайте на час времени. Запись будет, я понимаю, что завтра воскресенье, и такой день у нас завтра. Запись будет обязательно. Кто не по какой-то причине не сможет прийти, то вы запись обязательно получите. Значит, завтра в 12 часов у нас наше пятое занятие, и в 19 часов от меня вам бонусное занятие о эффективном продвижении ВКонтакте. На 19 часов приглашаю всех, у кого есть инсошел и у кого нет инсошел. Мы будем разговаривать просто о продвижении ВКонтакте, и можете приглашать ваших гостей. Еще раз попробую вам показать, где приобрести инсошел. Да, включилось все. Вам, друзья, придет на почту вместе с уроком, с нашим сегодняшним. Вам придет ссылка от вашего наставника, от вашего куратора. Реферальная ссылка на магазин. У нас есть магазин «Комфорт». Кстати, с 9 мая на этом магазине будет работать партнерская программа, и вы сможете, просто рекламируя какой-то из этих инструментов, дополнительно зарабатывать. Вы нажимаете на «Цены», «Тарифный план». «Тарифный план». И вот здесь у нас есть «Маркетинг ВКонтакте». Вот так называется «Маркетинг ВКонтакте». И вы видите, что есть за 14 долларов, есть за 24 доллара. Нажимаете «Добавить». «Добавить». И вот здесь, да, «Добавить». Есть тарифный план на месяц, а есть тарифный план на год. Если на год вы экономите что-то около… вы экономите 48 долларов, если на год выбираете тарифный план. Потом нажимаете «Перейти на страницу оплаты». Заполняете здесь все данные английскими буквами. Вот все данные. Потому что у вас появится свой личный кабинет. И выбираете способ оплаты. Вы можете оплачивать Visa MasterCard, можете оплачивать через Kiwi и можете оплачивать через робокассу. Там более 20 способов оплаты. Да, спасибо и вам за ваше спасибо. Я очень рада, что у нас с вами все состоялось. Спасибо. Алина, Сергей, Ольга, Михаил. Спасибо, друзья. Я очень рада, что у нас с вами состоялось это занятие. Все прошло замечательно. И я вам желаю большого-большого-большого трафика вообще ваших потенциальных горячих клиентов или партнеров. И всего доброго. До завтра.